всем дорогие друзья сегодня 15 июня воскресенье 10 ветра и мы отправляемся на традиционный турецкий завтрак и берем вас вместе с нами да мы опять на мопеде потому что мы любим ездить на мопеде на мопеде класс так вот отправляемся на традиционный турецкий завтрак покажу вам будет презентация одной компании они пригласили нас тоже поэтому я не знаю что там будет будем смотреть вместе с вами но она сегодня у нас обширная программа постараемся съездить на пляж дом латаш постараемся съездить какой-нибудь магазин пойдем на рынок в общем воскресенье мы отдыхаем вот так вот активно активно отдыхаем поэтому погода как вы видите стоит прекрасная 28 градусов когда едешь на мопеде ветерок такой классный прохладный ну а на солнце конечно же жарко поэтому если вас интересует температура воздуха и воды ссылки в описании ко всем моим видео обязательно если говорить про то или смотрите отзывы других туристов ну а сейчас едем вместе с нами с вами на завтрак вот так вот выглядят воскресным утром аланийские улицы мы сейчас находимся в районе авто автовокзала приближаемся к автовокзалу здесь недалеко есть больница овощ овощная база и и рыбный рынок рыбный рынок находится вот с этой стороны я оставлю ссылку на карту в описании к этому видео да вот если вы видите спереди крытый крытый рынок овощной здесь проходит рынок по вторникам вот это вот крытый овощной рынок и прям с него вот там вот вход в рынок рыбный рынок многие из вас просили сделать обзор но мы постараемся в ближайшем будущем я постараюсь сделать обзор на этот рынок вот они тихие боковые улочки алании в районе автовокзала в районе пляжа клеопатрии пляж клеопатрии вот с той стороны микки маус очень красиво зелено и как я уже сказала когда едешь на мопеде потрясающе дует ветер прохладный просто супер мы уже в ресторане в этом ресторане в алании кстати подают традиционные аланийские блюда и вот так вот выглядит традиционный юрисель алания что означает традиционный аланийский завтрак и вы видите на завтрак подают и яичницу и огурцы помидоры колбасу вот эти вот очень вкусные булочки сарма мед чай естественно все что вы не пожелаете все есть на этом завтраке и это завтра как мы видим для четырех человек потому что стоит четыре стаканчика это один из самых старых ресторанов алании покажу как он выглядит изнутри вот так вот выглядит традиционный прям очень традиционный турецкий ресторан вот с такими вот красивыми креслами традиционными подушками но здесь в основном сидят зимой когда холодно летом сидят вот в таком красивом саду вот эти вот тыкву кстати используют для того чтобы делать тыквенный десерт кабак 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 бельером кабак по-турецки называется кабак ну а вот так вот выглядит сад очень простой ресторан но один из самых старых и всеми очень любим аланитами здесь у нас завтрак одной из фирм презентация фирмы и айхан у нас здесь покажу вам что у нас здесь есть на столе париж баймерова на сцене здесь у нас картошка арбуз в общем очень много всего самого вкусного сейчас мы это все будем кушать айхан насосын кавалты почему не проголодался да ты кушай приятного аппетита спасибо пищи по зейтиньян казартман хамур в тюркее но аланья да зейтиньян пищи очень вкусная штука конечно же не полезная это тесто в масле но очень очень вкусно особенно когда прям вытаскивают из масла и оно такое горячее и вкусное принесли также яйца что у нас здесь еще есть арбуз черешни яйца айхан буны айхан айхан вот это традиционная ланиска насобищей он там пейнир майданус сыр сыр хлопья хлеба и петрушка очень интересная штука очень вкусно также есть огурчики вот букабак дыльми а это айва а это тайн пикмесс и еще здесь есть вот такой вот хлеб сахар сахар с маслом я я состоялся просто потрясающий завтрак и знакомство с представителями немецкой компании которые занимаются развитием бизнеса это было очень здорово и мы договорились о совместных проектах надеюсь это осуществится сейчас мы с айханом идем на рынок завтрак наш закончился идем на рынок покажу вам немножко рынок ну и и далее мы уже отправимся на море на море вы увидите в следующем видео сегодня друзья здесь происходит съемка и 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 арбузы 2 лиры килограмм такие классные красные огромные слива персики персики 5 лишь персики еще мелкие но мы их купим есть вот такая слива маленькие груши 10 лир вот такие маленькие грошь таких еще не видела помидоры 250 огурцы 3 картофель 4 лиры лук тоже 4 лиры я очень хочу клубнику и на самом деле я заморозила практически 10 килограмм клубники и 5 килограмм черешни вот есть клубника и черешня бананы цены на бананы упали 750 850 мелкие помидоры стали по 250 черри помидоры черри и большие тоже 250 очень много зелени по 2 лиры мы покупаем с эханом мяту и обычно берем еще рокову вот такая вот брокколи 10 лир килограмм свежая красивая брокколи друзья расскажу вам рецепт одного очень классного летнего напитка берете воду корицу огурец пашканы лырус свежую мяту и лимон режете все это бросаете воду ставите в холодильник и держите примерно 3-4 часа вода вбирает в себя лимонный сок мяту огурец и получается очень вкусная полезная вода такая детокс ну и конечно же вы знаете что от жажды лучше всего это вода с лимоном лимонная вода она лучше всего избавляет от жажды поэтому возьмите себе на заметку клубника 3 лиры клубника по 3 лиры и мы берем вот такой вот ящик целый ящик клубники стоит 15 лир всего клубника по 3 лиры это наверное самая низкая цена есть вот такие вот большие сливы по 6 лир черные на самом деле они очень очень полезные есть вот такие по 5 лир красные и зеленые смотрим почем фрукты лимоны у нас по 6 лир и вот такие вот огромные грейпфрукты просто супер перец 4 лиры баклажаны 2 лиры огурцы тоже стали 2 лиры стали продавать везде вот такие вот мелкие груши хан говорит что это деревенские груши что они вкусные а вот есть такие же только красненькие абрикосы 5 лир черешня 8 и грецкие орехи 25 мята полторы лиры для нашего напитка очень полезного а это что а это перец острый перец который мы покупаем маринованный в банках в магазине вот он продается свежий так что нам еще нужно нужно черешня дыни дыни штука 5 лир вот эти дыни очень сочные абрикосы 7 лир и персики 7 лир айхан биза ладжас мы шефтали шефтали по муц мы залалом выбираем бананы бананы 7 лир каждый день утром мы кушаем с айханом бананы пьем воду про которая вам говорила потрясающе это очень потрясающий старт дня с такими витаминами и полезностями белая черешня 6 лир интересно она вкусная или нет белая черешня вкусная берем белую черешню черешню и клубнику я заморозила и на зиму ну в общем когда дома нет свежей будем кушать замороженную уже пробовали замороженную черешню она после разморозки получается очень сочная виноград 12 лир это наверное без косточек и черешня подорожала стала 10 лир нектарины стали еще крупнее чем с прошлого раза нектарины 10 лир персики стандартная цена 7 лир лимоны по 10 лир цена на лимоны выросла яблоки 3 лир эти 6 эти огромные 5 лир 10 лир киви капуста и лимоны здесь тоже клубника по 3 половиной черешня 8 черешня наполеон очень очень крупная черешня и совсем и совсем вот такие вот 7 лир 7 лир 7 лир 7 лир 7 лир 7 лир обрикоз черешня капуста 5 лир штука штука 5 лир морковь килограмм 5 лир друзья многие из вас спрашивают как понять килограмм или штука вот здесь написано кило здесь написано кило 5 лир а если написано как вот здесь написано таны это значит штука то же самое касается и дынь арбузов и так далее вся зелень полторы лиры вот арбузы и здесь видите написано арбузы кило полторы лиры вот это значит что не штука полторы лиры а дыня написано штука три с половиной три штуки десять лир запомните слово таны означает одна штука вот это вот эти вот дыни очень классные а здесь вот это вот если вот эта штука пять лир вот это стоит килограмм четыре лиры сейчас айхан будет брать арбуз мы взяли вот эти вот персики килограмм шесть лир они не очень мелкие не очень крупные но нам они понравились а также здесь есть и черешня самая дешевая кстати которую я нашла на рынке по пять по пять лир но мы взяли по восемь и абрикосы здесь тоже недорогие по пять лир вот такие вот прям крупные абрикосы сейчас возьмет айхан еще огурцы и помидоры и все и наш поход на рынок на этом заканчивается берем огурцы по две лиры сегодня мы берем не мелкие помидоры а вот такие айхан на дэмбу у дома то салют айхан говорит что у этих помидор не твердая кожура а у мелких более твердые поэтому сегодня берем крупные помидоры ну что дорогие друзья на сегодня наше наша прогулка и покупки на рынке закончены в этом видео мы с вами прощаемся надеюсь вам было это видео полезно и интересно всем всего доброго конечно же добро пожаловать в Аланию в Турцию всем всего хорошего пока 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 я пока пока Продолжение следует...